Магазины слишком большие, а покупателей слишком мало. Вот так, если коротко, можно описать проблему одного из самых известных универмагов Соединенных Штатов – Мессис. Торговая сеть со 160-летней историей последние годы пытается справиться с кризисом и избежать банкротства. И вот теперь, чтобы выжить на рынке, Мессис собирается провести масштабное сокращение. Причем речь идет не только о персонале, но и о пространстве самих универмагов, а также об уменьшении ассортимента товаров. Руководство компании заявили, что первый этап сокращения коснется нескольких экспериментальных торговых точек. Одна из них находится в Коннектикуте. Торговую площадь здесь уменьшили в два раза, а вместо кассиров установили автоматы. Кроме того, появилась возможность заплатить за покупки через приложение на смартфоне. Но вот помогут ли такие сокращения спасти сеть Мессис от разорения? Обсудим с маркетологом Вячеславом Дихомировым. У нас на связи. Вячеслав, я приветствую вас. Слышите ли вы студию? Да, приветствую. Вячеслав, вот сегодня, например, глава Мессиса Джефф Джиннет заявил в интервью Wall Street Journal о том, что вообще сегодня современные покупатели в 2018 году, они не готовы ходить по большим универмагам, не готовы преодолевать сотни, иногда десятки сотен тысяч метров для того, чтобы пройти все этажи, пройти все отделы для того, чтобы найти тот товар, который им необходим. И вот это уже такой запрос рынка, и, собственно, под это все магазины универмаги должны подстраиваться. Вы согласны с тем, что вот этот большой размер, большая площадь магазина – это действительно то, что вредит сейчас Мессис? Да, ну, я, конечно, абсолютно согласен с тем, что в современном мире сейчас совершенно другие принципы потребления и принципы приобретения товаров, и если посмотреть на то, как сейчас среднестатистический житель мегаполиса совершает свои покупки, то, наверное, скорее это все-таки онлайн-формат, это ровно то, о чем о своем эксперименте Мессис и заявляет, о том, что они очень сильно вкладываются в интернет-продажи, в диджитал, и сокращают и площади, и сотрудников по физическому присутствию. Но если даже посмотреть на абсолютно то, что называется Iconic, да, магазин огромный Мессис в Нью-Йорке, да, это действительно большие площади, как вы совершенно правильно сказали, это сотни метров, наверное, километры можно пройти по этому магазину, но если вспомнить, когда он строился и когда он открывался, и подход к шоппингу, да, к вообще формату покупок, он был совершенно другим. Это было целая история, это было целое, как бы, времяпрепровождение, да, выбор товара, пощупать, потрогать, понюхать. Сейчас уже по-другому, да, и так касается очень многих товаров, не обязательно только вещей, да, там, одежды или еще чего-либо. Ну вот действительно, вы рассказали о том, что действительно не отвечают современным требованиям универмаги Мессис, например, не построены. Действительно, многие из них, в том числе вот тот самый знаменитый Мессис, который находится на 34-й улице в Нью-Йорке, построены несколько десятков лет назад. Но вот если сравнить, что эксперты, например, говорят о том, что если бы вот эти универмаги строились сегодня, то они выглядели бы абсолютно по-другому. Вот если сравнить универмаги 50 лет назад и вот что-то подобное сейчас, что поменялось? То есть, ну, понятно, размер, что еще, может быть, какие еще факторы влияют на успех вот подобного класса магазинов? Ну, помните, был чудесный фильм, я сейчас уже не вспомню его, но как раз про Нью-Йорк, как раз про книжный магазин, да, где там большая сеть пришла и маленький книжный магазин, собственно, убивала, да. Так вот, ну, такой аллегорией. Современные магазины, они предоставляют гораздо больше форматов взаимодействия с покупателем, да, то есть можно заказать онлайн, прийти забрать заказ, можно прийти и предзаказ свой, да, то, что ты нашел в приложении или на сайте, да, пощупать, потрогать, померить и потом, как бы, оформить эту покупку. Раньше же, да, никаких диджитал и, как бы, форматов без присутствия не существовало. И опять-таки говорю, да, это было в сознании. Тем более Мэйсис, это вообще, да, они там определили дату парада и вообще Дня Благодарения, да, тоже принципиально важного праздника для Соединенных Штатов. То есть они настолько уже в истории, они настолько в сознании жителей Америки. Ну и, собственно, салют в Нью-Йорке, например, ко Дню Независимости, 4 июля, он тоже проходит под знаменем, собственно, универмага Мэйсис и тоже является одним из символов, действительно. Ну, насколько, как вы считаете, вот эти вот изменения могут повлиять на спасти, так скажем, вот сам этот универмаг и спасти эту торговую сеть? Вы знаете, я думаю, что у руля во главе этой огромной корпорации, да, стоят достаточно профессиональные люди, маркетологи в том числе и управленцы с мировым именем, которые прекрасно понимают, что они делают. Если они переводят формат, да, и у них есть определенная какая-то стратегия и достаточно понятная, как мне кажется, если они переводят часть, акцент продаж на диджитал, не забывая, безусловно, тех, огромный пласт тех людей, которым все-таки нужно прийти, нужен тот формат, который был раньше. Нужно потрогать, пощупать, понюхать, почувствовать на себе, примерить, да. Если им удастся сохранить этот, ну, как бы создать этот баланс и сохранить его, я думаю, что у них все будет получаться. При этом мы понимаем, да, что во многих магазинах подобного формата там есть тенденция организовывать форматы самообслуживания, там, в том числе кассы, еще что-то, да, то есть это будет отражаться и на размерах, на площадях, которые занимают подобные магазины, и на сотрудниках, да, то есть это тем, ну, так или иначе, это диджитализация процессов и продаж, которые, собственно, там происходят. Ну, действительно, несмотря на то, что есть в Соединенных Штатах за последние несколько месяцев примеры, когда крупная сеть, такая, например, сеть, как магазинные игрушки, кто из-за раз разорились, закрыли практически все свои магазины, не только здесь, в Соединенных Штатах, но и, например, в Канаде и в других странах объявили о том, что они не выдерживают конкуренции. Это, опять же, мнение многих аналитиков в том, что они не выдерживают конкуренции с онлайн-торговлей, с теми же самыми оставными площадками. Тот же самый Мессис, который несколько, последние несколько лет действительно пытается справиться с вот этим кризисом. Ну, вот сегодняшняя, например, статистика говорит о том, что последние 7-8 лет у него были убытки, последние два года Мессис показывает прибыль, что называется, выходит в плюс. То есть вот эти действия, которые предпринимаются руководством, они, собственно, помогают, насколько я так понимаю. Да, безусловно. То есть это как раз и говорит о том, что стратегия дает свои результаты. То, что коллеги ищут баланс и, очевидно, находят его между, как мы уже обсуждали, диджитал-подходом к продажам и то, что они заглядывают вперед и мыслят тем, что будет через 3 года, через 5 лет с ритейлом, да, вообще со сферой, с потребительскими предпочтениями, да, покупателей. Как будут заниматься шоппингом люди, живущие в Нью-Йорке или на западном побережье, или в небольших городах. Это тоже анализируется и тоже смотрится. И, безусловно, не оставляя формата, который был раньше, который привычен для людей, да, потому что есть разные поколения. Ну вот действительно, что ждет ритейл в ближайшие несколько лет, в ближайшие 5 лет, особенно для жителей восточного побережья, для жителей Нью-Йорка? Вот как утверждают многие эксперты, например, традиционные торговые сети Мессис и другие просто не выдерживают конкуренции с онлайн-торговлей. Прежде всего, Амазон. И вот пока Мессис говорит о планах сократить сеть, Амазон сегодня все-таки официально подтвердил. Корпорация расширяется и построит сразу две новые штаб-квартиры. Одна появится в Арлингтоне, в штате Вирджиния. Фактически, это пригород столицы Соединенных Штатов. А вторая появится в Нью-Йорке, в районе Лонг-Айленд-Сити, собственно, где сейчас находится наша нью-йоркская студия. Эксперты утверждают, что это позволит Амазон стать крупнейшим работодателем среди высокотехнологичных компаний на восточном побережье и привлечь в Нью-Йорк лучших экспертов мирового класса. Обещаны тысячи новых рабочих мест, огромные инвестиции в инфраструктуру. Кстати, местные власти пообещали серьезные налоговые послабления и специальные субсидии для корпорации Амазон, лишь бы штаб-квартира появилась именно здесь. Например, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Кома даже пообещал, что может изменить имя на Амазон Кома в случае победы. Ну, посмотрим, воплотит ли он свое обещание, собственно, в жизнь. Первых сотрудников на новые рабочие места корпорации собирается нанять уже в 2019 году. Вячеслав, мы эту тему обсуждали на прошлой неделе, на этой неделе обсуждали и говорили о том, с разных ракурсов ее обсуждали, и о том, как это повлияет на рынок недвижимости, как это отразится на инфраструктуре, как изменится ли работа нашего нью-йоркского метро, наконец, в конце концов. Ну, вот объявили, наконец-то, теперь это официально признано, что в Нью-Йорке, в Лонг-Айленд-Сити появится штаб-квартира Амазон. Вопрос такой, почему именно Нью-Йорк, вот уже сформировавшийся крупный экономический центр Соединенных Штатов, крупнейший город Соединенных Штатов, крупнейший город восточного побережья, почему, например, Амазон не выбрал какой-то развивающийся город в том же самом, например, штате Теннесси, где появится сортировочный центр, почему там, например, не организовать штаб-квартиру и привлечь именно туда инвестиции, это было бы дешевле, например, как вы считаете? Знаете, это отличная история совершенно, потому что Амазон, вот этот конкурс, да, среди городов, да, там с первоначальным количеством заявок порядка 200, если не ошибаюсь, да, и там шорт-листом в 20 городов, да, это была целая битва среди американских городов, во многих случаях столиц штатов, да, которые очень хотели привлечь к себе такого мощного, такого глобального, такого инфраструктурно огромного, ну, практически системоопределяющего, как не клиента, да, а компанию, как градообразующую компанию, как Амазон. И с точки зрения рабочих мест, и с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения всех тех плюсов, ну, и в каком-то смысле, конечно, и потенциальных проблем, которые появление такого крупного бизнеса даст конкретным территориям. Отвечая на ваш вопрос, почему Нью-Йорк, я считаю, что это абсолютно логично. Дело в том, что в Нью-Йорке исторически это концентрация всех тех, да, еще Франк Синатра пел об этом, да, концентрация всех тех, кто хочет стремиться вперед, кто хочет достичь каких-то высот, кто хочет развиваться, кто хочет попробовать себя и этот мир на прочность, да, то есть люди завоевывают Нью-Йорк, и это абсолютно тенденция, люди со всего мира едут в Нью-Йорк, чтобы показать себя, продать себя, свои лучшие мозги, разработки, идеи, что угодно, да. И как, то есть сотни тысяч компаний строят штаб-квартиры, либо офисы в Нью-Йорке ровно потому, что шансы нанять лучших из лучших там очень велики. И Амазон, как компания, которая демонстрирует безусловное лидерство и в диджитал сфере, и в ритейле, и в сетевом бизнесе, да, безусловно стремится к тому, чтобы привлечь к себе лучших из лучших. Спасибо большое, да, действительно, Вячеслав, действительно, будем смотреть, как в следующем году уже начнется прием заявок и найм первых сотрудников, которые, собственно, будут работать в новой штаб-квартире корпорации Амазон в Нью-Йорке, в Лонг-Айленд-Сити, Вячеслав Тихомиров, маркетолог, был у нас в прямом эфире на связи. Мы продолжаем сквозной эфир на RTVI.